это у вас сидят дети за этими компьютерами за телефонами и вы не можете их оттащить вот что может поменять кардинально кардинально просто в другую сторону ребенка но тебе можете дать время пристреляться хотя я думаю что не надо ему никакого времени пристреляться он лупит почти в пробку попал еще я тебе хочу вопрос один задать провокационный тоже помещая батю бате не расскажу если бы тебе только честно скажи мне вот правду скажи если тебе дали сказали вот телу полчаса стреляешь и вот тебе телефон полчаса играешь чтобы только честно мне вот я хочу чтоб родители вот сейчас услышали то что он сказал потому что я очень часто видел детей которые сидят в компьютерах но как только они начинают стрелять из лука они все бросают они все бросают всем огромный привет с вами константин мазила я рад приветствовать вас на своем канале ну и конечно на канале сны шо лучшему сообществу не жечь поклон от меня здорово парни и так сейчас я обращаюсь к родителям которые включили это видео потому что скорее всего я дам этому видео какое-нибудь громкое название типа родителям смотреть обязательно что такое скажу пару слов о себе для тех кто никогда не меня не видел и не знает почему я обращаюсь к родителям как вы поняли меня зовут константин и я являюсь популяризатором стрельбы из метательного оружия то есть это луки это арбалеты и все что с ними связано почему снимаю это видео для вас родители для того чтобы показать вам точнее давайте я на самом деле я кто я такой чтобы вам говорить то что я сейчас скажу наверное никто но я в любом случае хочу обратиться к родителям и сказать следующие слова детство детство ребенка оно состоит вот счастливое детство да оно в конце концов состоит из ярких разноцветных вспышек памяти о пережитых пережитые эмоции полученный опыт и все остальное ну какой пример ну самый простой там с папкой утром поехал на рыбалку порыбачил это останется вот эта первая рыбалка вот этот первый червь который ты надеваешь на крючок или бросаешь блесну или в лодке с отцом сидишь этот первый рассвет и все остальное это всегда впечатается в память и и когда взрослого человека уже потом спросят как у тебя было детство у него сразу в голове вот эти вспышки да манкины пироги папкины руки которые пахли там я не знаю табаком или порохом то есть детство состоит из из многих 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 вещей а счастливая эти вещи должны быть эти ситуации в которых попадает ребенок они должны дарить этому ребенку хорошие положительные эмоции так вот я о чем о чем я о том что стрельба из лука маленький мальчик которому показали как мне просто далее сказали там все вот на разбирайся сам ему показали как стрелять как в технику какую-то малейшие какие-то такие знания дали и у него ребенка сразу начнет получаться начнет получаться он начнет получать положительные эмоции не только положительные эмоции от того что он приобщился к новому делу а еще и от того что у него получается это тоже дорогого стоит и так вы меня очень много и достаточно много уже лет просите чтобы я рассказал об этом и показал давайте я сразу скажу я взял хороший лук более-менее хороший и самый недорогой первый лук это у нас эльф эльф простой эльф это 222 пластиковых плашки я не знаю это скорее все текстолит какой-нибудь пластиковая рукоятка такая тетива ни о чем и тем не менее это лук это лук с этим луком у нас идут стрелы которые мне очень не нравится они не подходят к этому луку и поэтому сегодня когда мы будем испытывать эльф эльф мы будем стрелять я возьму наверное флеши соберу пару флешей маленького спайна минимального да и мы постреляем из этого лука посмотрим что вообще возможно из эльфа сотворить вот поэтому цена его ну где-то 1000 может 1500 максимум там 1700 не знаю но он самый скажем так недорогой и так лук эльф и у нас есть скажем так еще раз сказал что я взял эльфа самого недорогого и взял более-менее такой лук под названием hero герой вот он уже посерьезнее ну и цена у него посерьезнее по моему в пределах пяти а может шести тысяч стоит но это уже дерево это абсолютно все сделано из дерева чуть-чуть здесь ламинат пластиковый в общем такой неплохая такая вы знаете я когда держу это в руках мне конечно это тоже кажется игрушечным но на самом деле это конечно уже не игрушка это хороший нормальный лук то есть вот у нас эльф и герой я хочу сейчас взять стрелы взять стрелы подобрать к нему ну так экспериментально и пойти из него пострелять естественно я из него стрелять не смогу ни с эльфа не с героя поэтому я предлагаю я сейчас приглашу к себе своего хорошего друга вот который нам поможет поможет увидеть 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 то что возможно сделать с этими луками то есть какая стрельба возможна из них строго прошу его не судить строго не судить он сейчас должен ко мне подъехать у него будет очень мало времени то есть он не знает о существовании этих луков он их никогда не видел я ему дам дам минут наверное пусть двадцать дам чтобы он пристрелялся и после этого мы посмотрим на что способны эти два лука к чему все это я делаю и для чего я попросил родителей чтобы вы это посмотрели посмотрите какие эмоции вот я уверен что сейчас он приедет начнет стрелять вот я хочу чтобы видели эмоции я попробую его по спровоцировать посмотрим как он на эти провокации поведет себя посмотрим но тем не менее слушайте что он будет говорить потому что я буду задавать достаточно такие вопросы которые вас беспокоят это у вас сидят дети за этими компьютерами за телефонами и вы не можете их оттащить вот что может поменять кардинально кардинально просто в другую сторону ребенка я вот просто гарантирую вам что это возможно я не просто так вам про яркие вспышки говорил потому что при общении к стрельбе из лука и если у человека если он действительно будет хотеть и у него будет получаться это целое ответвление я так скажу то есть школа это одно у ребенка там танцы это второе дай бог чтобы он ходил куда-нибудь еще я не знаю на спортивные какие-то секции но и стрельбу из лука игнорировать не надо и последнее что я сейчас перед тем как мы пойдем стрелять хочу сказать любой лук родители к вам обращаюсь любой лук это оружие то есть что из этого лука что вот из этого лука можно нанести травму поэтому покупая вот смотрите чем и хорош лук человек ребенок берет лук и он понимает то есть вы ему объясняете что это оружие что это очень индивидуальная вещь что нельзя там дать лёше и пете чтобы он там стрельнул в кого-то и сам ребенок осознавая что ему доверили что-то серьезное да он будет понимать что он стал взрослей а когда он начнет из него попадать до понимая что это оружие у него будет ответственность он будет понимать что нельзя там в кошку стрелять в воробья надо стрелять в мишень и если вы приобретете какой-то из этих луков обязательно обязательно стреляйте первое время при смотре но даже не 1 а вообще я считаю что когда ребенок стреляет что же не бывает что не балуется и вот к чему я все это к тому что обязательно нужен присмотр присмотр обязательно и еще хочу сказать если у вас в вашем городе есть секция лучная обязательно обратитесь но к сожалению не в каждом городе у нас есть ну спросите в уренгое ездить там тренер по луку да нет конечно поэтому вот выход из положения покупаем такие луки и сами самостоятельно раз уж нет тренеров начинаем стрелять из луков и так я пошел стрелять еще если насыпите лайки родители я к вам обращаюсь ну и лучники тоже мы снимем как настроить этот лук и как настроить это то есть чтобы стрелы вылетали я имею ввиду там как седло сделать как определить высоту и все остальное если насыпите лайков я к родителям обращаюсь я обязательно об этом сниму а сейчас пойдемте постреляем поехали а так мы идем на полигон где у нас пристреливается мой хороший друг саша так саш привет ну чё вот они два лука я надеюсь тебе хватило несколько сколько 20 минут примерно мы пристрелимся даже 15 ну что тебе хватило времени чтобы понять эти луки ну то есть надо больше времени но тем не менее давай покажем что то есть смотри я снимаю видео для чего вообще эти пригласил давай мы представим тебя во-первых зрителям это у нас лучник который стреляет из всего из традиции из классики из блочного лука занимается он у нас года год ты занимаешься сколько ты занимаешься год ты занимаешься год и я как вам сказала приглашу хорошего лучника которому подойдут эти луки и мы сможем показать возможно ли с этих луков стрелять тренироваться и еще самое главное ты мне расскажешь какие ощущения дарит тебе тот первый лук и второй хорошо итак поехали давай замерим сначала начнем с эльфа начнем с эльфа замерим фунтаж давай скажи мне только тени под свою растяжку поехали так 11-22 11 фунтов лук вот это да то есть один из фунтов это совсем мало конечно же но тем не менее для того чтобы начать вполне достаточно хочу я чтоб ты его растянул и сказал свое мнение по поводу растяжки у тебя есть чем сравнивать я понимаю что это пластиковый лук я не хочу чтоб ты мне сейчас там хвалил его еще что-то просто вот скажи мне возможно ли вот растянув его сейчас возможно ли вообще стрелять из этого лука попробуй да не очень мягко и не очень твердо хорошо начинающих подходит совсем маленьких и начинающих все отлично давай посмотрим возможно ли попадать вот в эту вот пробочку так я щас стану вот за эту камеру сейчас я встану вот за эту камеру и так не воткнулась а давай не воткнулась ну ладно давай стреляй о молодец расстояние у нас 10 метров ну понятно да что ребенка там даже 10 метров я считаю что это много вот пожалуйста так давай доставай и еще разок вот пожалуйста стреляет человек в кубик из эльфа из простого эльфа который там я не знаю сколько стоит копейки копеечки то есть у нас расстояние 10 метров чтобы было понятно 10 метров и то я считаю что 10 метров это 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 очень много для ну начинающего какого-то ребенка надо там с метра с двух с трех и спокойно ну давайте еще раз из него из этого же эльфа мы стрельнем так стой подожди 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 я хочу вот еще что сказать с эльфом идут конечно же стрелы но они не совсем подходит поэтому мы берем либо флеши причем флеш тысяча трехсотый спайн и это у нас флеш тысячный спайн а вот сейчас он гризли этими стреляет дай-ка мне гризли это у нас пятисотый спайн конечно лучше всего если ребенок уже начнет стрелять купить флеши флеши тысячный спайн из этого лука будет лететь ну просто великолепно просто замечательно итак давай сначала вот этим флешем потом этим флешем потом гризли гризли мы взяли только ради эксперимента потому что они не подходят к этому луку но тем не менее давай в пробку покажи удиви всех почему-то у тебя уходят они влево влево гризли посмотрим практически в пробку да повторю еще раз лук ну реально это детская игрушка то есть даже луком я его назвать не могу этот эльф но тем не менее тем не менее я показываю что реально можно из него стрелять то есть родителям вот вы можете взять начинать с этого гризли ой с этого эльфа и если вы увидите что ребенок не бросил этот лук стреляет уже можно что-то другое покупать о чем я сейчас расскажу итак еще раз стреляем из эльфа нормальными стрелами так не торопись да к нему тебе надо привыкать потому что вот у тебя почему-то флеши левее летят все о попал практически в пробочку давай еще отлично 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 ну в общем я думаю что понятно да ситуации то есть можно реально стрелять из этой игрушечного этого лука и попадать с 10 метров с 10 метров а сейчас сейчас мы постреляем вот из такого лука это у нас как я уже вам рассказывал это у нас герой и вот я хочу чтобы чтобы попробовать чтобы саша пострелил он не готов у него нету тут никакой шестяной полочки ничего нету вот как в магазине он продается так мы из него стрелять и будем итак ты готов давай замеряй фунтаж сначала посмотрим сколько фунтов так 1184 под растяжку саши это 1184 и так саш это уже лук как я говорил немножко выше классом но все равно это что-то такое между луком и и все же короче детская всегда кажется игрушечным но тем не менее это не так я знаю что хочу чтобы ты сейчас выстрелил и сказал мне про цикл растяжки про свои ощущения про вибрации вот про все про это давай так он мягкий довольно мягкий ладно хорошо так ну ну он посерьезнее чем первый посильнее ну давай ладно он практически впроку упал он конечно выше уровнем чем эльф он поприятней скажем так даже я это ощущаю растягивая его ну и эстетически конечно он выглядит круто для детей от скольки ну наверное от семи он мне подсказывает итак давай покажи как ты из него стреляешь если камеру специально сделаю чтоб можно было все видеть итак давай покажи нам класс так это у нас гризли ну у эльфа стрелки летят ниже чем у героя ну тебе можете дать время пристреляться хотя я думаю что не надо ему никакого времени пристреляться он лупит почти в пробку попал вообще красавчик просто красавчик так поэтому ну что ну что эльф и герой для детей вот прям я считаю что самый раз вы уже по ценовой сами выбирайте что вам больше подходит но я говорю вот еще раз берем эльфа если ребенок реально стреляет не бросает его там на полгода в пыльный угол а вы видите что он действительно тянется к этому к этой вещи можно уже покупать такое или вообще что-то посерьезнее итак ну что ты еще хочешь пострелять да из какого лука ты хочешь пострелять он выбирает героя давай еще раз из героя постреляй и наверное мы с тобой надо зрителям рассказать стоит вообще его брать или нет хорошо давай постреляй и мы закончим на этом гризли не подходят для эльфа вот гризли не подходят для эльфа а флеши у него хорошо летят что тысячный что тысяча трехсотый молодец какой а причем он не напрягаясь стреляет просто весело дай-ка я покажу ребятам вот вот пожалуйста видно да с 10 метров с 10 метров и он этот лук да чтобы было понятно он этот лук взял вот 40 минут назад ну тут не ощущается то что 10 метров потому что так иди сюда ко мне и расскажи давай мы расскажем с тобой если у тебя есть что сказать об этих луках возьми их оба в руки сумбурный видос потому что ну естественно понимаете я первый опыт у меня с партнером и так скажи мне какой бы ты ну я понял что ты выбираешь конечно это ты мне говоришь что больше для начинающих для новичков вот имейте ввиду что лучше наверное вот это для самых-самых новичков как я уже сказал ну после эльфа можно взять постреляешь это месяца два и вождь брать смело героя хорошо а скажи мне если бы я предложил тебе я сейчас провокационный вопрос задам и ответить на него честно только если бы я тебе предложил с этим луком принять участие в 3D я бы не пошел на 3D с ним нет? нет почему? ну слабоват? нет во первых я с него ну ни разу не стрелял нет стоп вот представь что я тебе его отдал и сказал через месяц 3D ты бы рискнул? ну наверное да то есть он сказал что не взял бы потому что ну типа того что он еще к нему не привык но если ему дать я правильно тебя понимаю если тебе дать его пострелять как следует на месяц на месяц то он бы смело да взял бы хоть хоть кстати собаку назвали хоть пацаны всем спасибо так все иди гуляй не мешай нам то есть реально ты бы смог взять его на 3D ну да ну это уже да дорогого стоят такие слова итак эльф так что что ну конечно полочку сюда наклеить угу еще есть что сказать итак ребят мы заканчиваем на этом еще раз родители обратите внимание на лук эльф и на лук под названием геро геро герой ссылки я все оставлю в описании и на луке кстати еще по поводу меня мишени очень часто спрашивают я оставлю ссылку в описании по поводу мишени но родителям родителям говорю что вот вы берете просто тряпочную тряпку набиваете ее тряпками обворачиваете какой-нибудь пленкой чтоб тряпки воду не набирали и из этих луков можете стрелять либо я оставлю ссылку в описании на изолоновые мишени в центр шоке с таких луков если по изолоновой мишени будете стрелять она будет вечная поэтому можно купить сразу луки стрелы на которые тоже оставлю в описании ссылку луки лук выберите стрелу выберите там штук шесть и мишень и ваш ребенок будет счастлив обещаю вам это лучше чем айфоны скажи мне кстати можно я тебе еще один вопрос задам скажи мне пожалуйста скажи мне пожалуйста вот что какого хрена у нас не работает микрофон с тобой не работает? да он перестал сейчас у меня работает нет? ну-ка скажи что-нибудь раз раз значит работает все еще я тебе хочу вопрос один задать провокационный тоже обещаю батю батю не расскажу если бы тебе только честно скажи мне вот правду скажи мне хорошо если бы тебе дали сказали вот тебе лук полчаса стреляешь и вот тебе телефон полчаса играешь в любимую игру что бы ты выбрал только честно мне пожалуйста честно лук лук выбрал песни вот я хочу чтоб родители вот сейчас услышали то что он сказал потому что я очень часто видел детей которые сидят в компьютерах но как только они начинают стрелять из лука они все бросают они все бросают всех обнял всем пока пока ребят ты мне скажи ты что хочешь сейчас для чего ты это делаешь ну вот сейчас ты взял эльфа и решил стрелять для чего чтобы что доказать то что с эльфа можно попадать ну я думаю что ты уже это показал но ну давай ладно так показываю стоп 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 не убей меня вот она пробка вот в эту пробочку вот она мы стреляли расстояние здесь сейчас я померю скажу 7 метров 7 метров ну давай нет 7 моих шагов 7 метров нет ты встань лучше на одной проскости ну давай давай стреляй не переживай раз специально не показывай мишень потому что мы сразу группу покажем два 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 раза гризли стрелил сейчас нормальными стрелами которые подходят торопись ну надо я хочу сразу сказать зрителям да где 7 метров там и 10 а где 10 там и 15 ну сюда он решил вообще в ночь уйти так 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 а у тебя еще у него еще одна стрела торопись пауза да он торопится еще почему то он такой покажи мне что это эльф покажи мне что это эльф вот эльф вот вот пожалуйста эльф ну давайте посмотрим что он тут взял вот группа вот с эльфа эльфа группа ребят это у нас интуитивная стрельба из лука который луком очень сложно назвать если честно но тем не менее как ты сказал для кого этот лук для новичков ну скажи что 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 ты хотел сказать ничего понравился мне этот лук в общем он мне заявился через сколько ты его стрелял через час наверное стрельбы что ему нравится этот лук покажи ребятам этот лук вот нравится но он почему то мне не говорит почему что тебе нравится то что бы ты с ним сделал пострелял тебе нравится что он маленький да ну компактно еще когда ну ты то есть цели все десяти метров он прям ровненько летит ясно в цель итак он отбивает у нас десять метров десять метров до вот этой штуки до вот здесь у нас всего два моих ноготка всего десять метров молочинка вот у нас вот так всего лишь к нам попасть стреляет он из лука из лука который называется у нас герой герой не могу у него отобрать лук мне надоело я уже думаю подарить ему что ли его раз вот туда башет побахает два пошли посмотрим всего две стрелы потому что мы не совсем понимали что собрать вот вот смотрите вот на десять метров вот кучность это одна стрела у нас я так по фунтажу примерно представил это тысяча а это тысяча триста еще триста еще триста ты сейчас еще хоть сто раз выстрелить без проблем я тебе подарю этот лук итак вот такая группа смотрите это интуитивная стрельба ребят ну что ты скажешь про героя хорошо тебе нравится так так ты да ты